Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях президент общественного благотворительного фонда Аль-Хуэр Турсун Асанулы. Здравствуйте, Турсун! Здравствуйте! Очень рада видеть вас сегодня в нашей студии. Вы сегодня пришли с доброй миссией, главная цель которой – собрать деньги на лечение. Кому требуется помощь? В данном случае требуется помощь Балан Виоли. Это трёхлетняя девочка, наша местная девочка с Чимкента. У неё сейчас порог сердца, комплекс Шона. У неё очень серьёзная операция, которая неоднократно будет делаться. Она должна проводиться в Берлине. И три раза ей как минимум должны делать эту операцию. Дальше также, вы знаете, после операции ещё нужна реабилитация. И операция стоит вообще 33 тысячи евро. Поэтому сумма немаленькая, пытаемся помочь. 33 тысячи евро – это только одна операция? Это одна операция, получается. К вам обратилась мама девочка? Мать, да, Яна Балан, которая обратилась в наш фонд вот с этой проблемой. Она рассказала о своей проблеме, о том, что она действительно бывала во всех учреждениях медицинских в нашем Казахстане, которые действительно занимаются этой проблемой. И наши врачи сказали, что не смогут ей сделать эту операцию, потому что это очень серьёзная и сложная операция. Но сказали, что у неё, у этой девочки, очень такая тяжёлая ситуация, что ей надо срочно делать операцию. И делать не у нас в Казахстане, а за рубежом, где есть действительно квалифицированные врачи, которые могут действительно это всё сделать в нужной форме, чтобы сохранить жизнь этой девочки. Скажите, а как скоро вообще нужна операция? Вообще, конкретно, чем скорее, тем лучше. Там конкретного этого нету, как говорится, срока. Но по ситуации и по положению сейчас этой девочки, ей очень срочно надо это всё делать, потому что она со временем может, не дай бог, конечно, но летальный сход может быть. Поэтому были приступы у девочки, вот мать тоже недавно обратилась, тоже немножко, не немножко, а вернее, действительно, очень как бы суетясь, понимаете, и положение очень такое плохое. Скажите, а вот выделяются ли квоты на подобные операции у нас в Казахстане? Вообще, да, выделяются квоты, вот, но, к сожалению, квот выделяется очень мало, и это не секрет никому, что тот, кто как бы заплатит, тот и получает эту квоту, понимаете. И как бы она пыталась, мать тоже ходила, всё, что могла, всё, что она в её руках как бы смогла сделать, она даёт своей дочке. Но, к сожалению, как говорится, у нас в Казахстане, вы понимаете, как очень сложно добиться чего-то. Ну, конечно, мы не жалуемся, но, дай бог, мы постараемся помочь. Турсун, скажите, на данный момент сколько денег уже собрано? Этот благотворительный марафон мы, дай бог, вот уже только начали. Мы конкретно ещё так, по причине того, что мы только начали, мы не можем сказать, сколько мы собрали. Вот, но был такой человек, как Сергей Сергеевич, если я не ошибаюсь, который обратился к вам, тоже сказав, что есть у него сумма какая-то, энная сумма, которую он может пожертвовать. Вот, мы дали номер этого человека, вот, этой матери, и они созвонились, он помог. Но, к сожалению, одна операция, вы знаете, стоит 33 тысячи евро. И как бы то, что он дал, как бы этого тоже ещё недостаточно, но мы благодарим этого человека за его такой вот, за такую его отзывчивость. Турсун, скажите, кто может помочь и как это сделать? Вообще могут помочь все. Все, кому не, как бы, все те, кто неравнодушен к этому. Мы вообще побуждаем всех. Наша задача, фонд наш работает с народом, как бы, вот, и наша задача осведомить людей, что есть такая проблема. Вот, каждый человек, который обращается в наш фонд, мы стараемся оповестить людей. Быть может, окажутся среди людей те благие, которые могут оказать действительно большую помощь, нежели наш простой фонд, можно сказать. Вот. Как это можно сделать? Можно обратиться в наш фонд. Вот, у нас есть наши реквизиты, к примеру. Могут просто обратиться в наш фонд, и не только вообще в наш фонд обращаться. Это не обязательно, потому что есть люди, которые, вот, например, тоже обратившись в наш фонд, они тоже не останавливаются на этом, обращаются в другие фонды. В большие, как известные, как, например, фонд Аружан, или там Самру Казна. И вообще фондов у нас очень много в нашем Казахстане. И в одном Чемкенте, как мой отец мне говорил, как минимум 500 фондов есть. Вот. Но каждый фонд работает по своему направлению. Поэтому, как бы, ограничиваться одним фондом нельзя. Надо даже самим, как бы, работать, ходить, даже самим обращаться к бизнесменам, к тем, кто действительно неравнодушен, у которых есть сердце, у которых есть Бог в сердце. Понимаете? Поэтому это очень, это не трудно в наше время, тем более. Турсун, скажите, немного расскажите о фонде вашем. Как давно он работает вообще на территории Южно-Казахстанской области? Есть ли филиалы в Казахстане? Кто может к вам обратиться за помощью? Наш фонд работает с 2014 года, с 5 июня. То есть официально. Мы с этого времени уже как начали, начали официально помогать. И наш фонд, как бы, только-только начинает зарабатывать такую, я думаю, дай Бог, хорошую репутацию. Вот с этого времени мы начинаем работать. Уже как два года. Сколько им вы уже помогли за это время? Вообще, мы помогли тоже, я бы сказал, немало кому. В наш фонд обращались матеря, в основном обращаются матеря, у которых действительно дети в сложной ситуации. Вот, мы помогли Чемкенской женщине, матери, у которой дочка родилась без гортани. Вот, также мы помогаем, мы сейчас вот помогаем Артему Кузнецову. Это трехлетний мальчик, у которого ретинобластома, катаракта обеих глаз. Это Стараза, мальчик, у которого операция вообще тоже очень сложная, нуждается в очень больших деньгах. То есть, мы ему помогаем уже на протяжении года, можно сказать. Потому что в данном случае сейчас у них такая ситуация, что многие фонды как бы отказываются помогать, потому что к ним тоже обращается много других людей, которые нуждаются в такой сложной операции. И как бы средства могут тоже, как бы не могут выделять, как надо. Но, также помимо этого, мы помогали, помогли, вернее, многим другим людям. Турсон, скажите, кто может обратиться к вам за помощью? Могут обратиться все, у кого есть такая ситуация. То есть, мы работаем в основном, стараемся работать с такой ситуацией. То есть, потому что, я объясняю, потому что есть конкретные факты, есть конкретные аргументы, которые можно конкретно предоставить людям, сказать, вот, это все официально. Вот есть конкретный город, есть конкретная больница, есть конкретный диагноз, вот, есть конкретная сумма, вот, люди официально, вот, которые действительно нуждаются в этой помощи, чтобы можно было отражать и показывать людям, что это действительно все честно происходит. А, конечно, в наш фонд обращаются и другие люди, которые говорят, ну, у кого-то там дочка, может, там, школу заканчивает, университет заканчивает, и денег не хватает, как бы, и живем, как бы, бедно. Но, к сожалению, мы не располагаем такими средствами. Наш фонд работает в основном. Мы, как бы, стараемся делать благотворительные марафоны, благотворительные акции, вот, работаем с народом, и сами мы средства пока таких не имеем, чтобы распределять в нужные моменты. Турсон, для тех, кого заинтересовала наша беседа и те, кто хотят помочь, либо сами обратиться к вам за помощью, куда им обращаться? Телефоны, адреса? В данном случае в наш фонд могут обратиться все. Наш адрес находится в Южно-Казахстанской области, город Чимкент, микро-НДжай-Лау, улица Урал-Баила, Шершихпай, дом номер 38. Вот, этот наш юридический адрес. 8-747-260-14-17, это сотовый номер. Хорошо, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Я желаю всем жителям нашего города блага и здоровья, самое главное. И призываю людей быть искренними и помогать друг другу. И знать, что по-любому есть люди, которые действительно помогают. И вот есть такие добрые люди. И не терять надежды. Турсон, огромное спасибо вам за то, что вы пришли к нам в гости. У меня для вас небольшой презент на память о нашей встрече. Это газета Рабат и наш фирменный календарь. Спасибо. Читайте, выписывайте с удовольствием. Вам удачи и всего-всего самого наилучшего. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok